Историю ульяновской легкоатлетической эстафеты знает уже, наверное, вся страна. В тяжелый военный 1943 год спортсмены и любители бега впервые вышли на старт соревнований. С тех пор самое масштабное спортивное состязание региона объединяет на трассе людей всех возрастов. В этом году эстафета впервые попала в единый план федерального Минспорта, что позволило получить дополнительную финансовую поддержку и расширить географию участников. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными участниками эстафеты. Это имеется в виду те, кто не в нашем регионе. В частности, были переведены переговоры с Республикой Беларусь. Есть предварительное согласие. Сейчас определяем формат их участия. Также с Луганской народной республикой. Ну и наши постоянные участники – это спортсмены, привозчики к федеральному округу. За несколько дней до эстафеты в Ульяновске начнутся открытый Кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу. Лайт-контакт, лоу-кик, поинт-файтинг, сольные композиции, К-1 и фулл-контакт – список дисциплин, в которых сойдутся несколько сотен участников со всей России. Мы сформировали состав главных садей с коллегией, которая будет обеспечивать общий ход проведения мероприятия. ГСК у нас окуплектовано с квалифицированными специалистами, которые имеют хороший опыт работы в обслуживании поединков на самом высоком уровне. 28 числа закончится как раз Кубок и пройдут галлы-финалы по четырем версиям и также четыре боя по профессионалам. Изюминкой вечера станет, конечно же, бой нашего земляка, прославного бойца Владимира Минеева. Свяжет же между собой утреннюю эстафету и вечерние бои прочной спортивной нитью футбольный матч, в котором ульяновская «Волга» на своем поле примет гостей из Омска – футбольный клуб «Иртыш».